Да простят меня те, кто самым печальным образом участвовал во всей этой истории, я имею ввиду те, кто хоронил своих близких, но это случайность. Вот вы говорите, каждый день, но если взять статистику катастроф в мире, я не думаю, что мы уж здесь сильно кого-то там обгоняем. Меня смущает другое во всей этой истории. Вы вот назвали ПДД, то есть правила дорожного движения, но я зацепился там за то, когда видел эти страшные кадры, что не было разметки, не было знаков, не было светофора. А это государственное дело. И кто там был за рулем, он, конечно, виноват, он должен... Мы все понимаем. Но вот я 20 лет езжу из Петербурга в Москву каждый месяц, иногда не один раз. Нету дороги между двоих столицами. Нету дороги. Понимаете, есть место, где можно проехать. Есть кусочки, где можно, так сказать, как бы развить скорость, где есть отбойники, где есть разметки. Но там что стоит? Там стоят камеры, и через каждый километр гаишники. Они собирают денежки. Ну как же? Он больше ста километров едет. А ну-ка, давай иди сюда. То есть там, где хорошо, там гаишники. Там, где плохо, гаишников нет. Вот на этом перекрестке должен стоять гаишник. Это к вопросу не о ПДД, и к вопросу о, так сказать, вот, ну что ли, водителях плохих, их правилах, правах там. Это все правильно. Но разговор-то здесь о другом. Ребят, мы все говорим по поводу дураков и дорог. Дураки и дороги — это не на Луне, это не на Марсе, это вот на расстоянии 50 метров. Вот здесь вот. Понимаете? Это строжайшая ответственность, прежде всего, первых лиц государства. После такой катастрофы министр внутренних дел, если он мужчина и офицер, должен застрелиться, а уж тем более он не должен работать на следующий день. Он должен быть с позором изгнан. Вы слышали хоть об одной серьезной отставке министра внутренних дел, либо, так сказать, разделении серьезных, которые занимаются дорожными делами? Либо вы слышали, что после расстрела в магазине Евсюковым, вот этим самым, кто он там, капитан был, майор, не помню, кто там еще, просто биял, и он пошел и пострелял людей. Что, министр Нургалиев застрелился после этого? Или он был отправлен в отставку? Нет, конечно. То есть, понимаете, это ответственность первых лиц. Это эти 18 человек, а не на Путине, а не на каком-то там гаишном начальнике, который не поставил там светофор. Это, в принципе, дело государственной важности. Каждая человеческая жизнь в государстве, если это государство цивилизованное, а мы, к сожалению, таким не являемся, это дело первых лиц государства.